Обеспечить теплом каждый самарский дом – основная задача власти и города и профильных ведомств. Отопительный сезон стартовал 27 сентября, и всего за неделю количество домов, подключенных к теплоснабжению, удалось увеличить вдвое. В первую очередь обеспечить горячими батареями старались объекты социальной сферы. Они были разбиты на две категории. Первая – это объекты здравоохранения, опеки, детские сады, школы и дома ребенка. Более 99% из них на сегодняшний день подключены к теплу. Во вторую категорию попали объекты доп. образования, культуры, вузы и СУЗа столицы региона. Готовность этой категории соцсферы – почти 73%. Кроме того, из 10195 многоквартирных домов – 7755 также уже обеспечено теплом. Это составляет 76%. Работа по запуску продолжается. В сегодняшний момент, если говорить, температура среднесуточная составляет 12,8 градусов. Пока проблематики особой нету, работа по включению продолжается. Перед началом отопительного периода управляющими и обслуживающими организациями были выполнены работы по промывке и опрессовке тепловых систем, ремонту внутридомовых систем отопления, ремонту кровли и межпанельных швов, а также по восстановлению теплоизоляции трубопроводов. Жители Самары просят обратить внимание на то, что технологический процесс по подключению к теплу не одномоментный и занимает около двух недель. Все возникающие вопросы будут решаться в оперативном порядке и адресно. Не остаются в этот период без внимания и работы на объектах ремонта и технического перевооружения теплотрасс, которые сейчас находятся в завершающей стадии. Благодаря инвестициям, привлеченным в рамках реализации модели тарифообразования «Альткотельная», за лето и начало осени выполнен большой объем перекладок. Если говорить по объектам, которые были у нас в постановлении, это 12 основных и 8 дополнительных объектов, 20 по перекладкам и техническому перевооружению. На сегодняшний момент по 5 объектам благоустройства работа закончена, благоустройство восстановлено в полном объеме. Из оставшихся 15 объектов работу ведут на 12 по благоустройству и на трех по сборке монтажных схем и устройству каналов. В Департаменте городского хозяйства и экологии отмечают, что работы, которые проводят на теплотрассах, не повлияют на запуск отопления. В некоторых случаях подача тепла будет осуществляться по временным схемам, с которых затем переключаются на постоянные. Ольга Павло, Николай Епифанов, События.